Добрый вечер! Очень рада видеть всех тех, кто с нами сегодня в зале в реальном формате, в Ленполиграф Маше, а также всех тех, кто присоединяется к нам в онлайн-режиме, как из Германии, так и из других городов России, и в том числе наших зрителей, которые смотрят трансляцию мероприятия на YouTube. Меня зовут Ангелина Давыдова, я экологический журналист, директор Бюро экологической информации, главный редактор журнала «Экология и право», и я сегодня буду вести вторую сессию на нашем мероприятии. Еще раз повторюсь, что мероприятие называется «Город без отходов, вызовы и возможности». И если в первой сессии мы говорили скорее о законодательном аспекте регулирования вопросов «Предотвращение образования отходов, а также бизнес-решениях», то во второй сессии мы поговорим о гражданских инициативах, о социальном предпринимательстве, стартап-решениях, которые реализуются как в Германии, так и в России. Начну я нашу сессию с презентации последнего выпуска журнала «Экология и право». Вот я вам сейчас показываю его. Как я уже сказала, я являюсь редактором этого журнала. Журнал издается эколого-правовым центром Биллона, и как раз последний выпуск нашего журнала был посвящен вопросу отходов, был посвящен ходу мусорной реформы. И мне очень приятно, что среди авторов нашего журнала были двое спикеров и модераторы нашей первой сессии. И как раз они поднимают руку Наталья Беляева, Татьяна Нагорская, Анна Горкуша из движения «Раздельный сбор» была у нас тематическим редактором выпуска. В журнале освещаются самые разные вопросы, в том числе и вопрос минимизации образования отходов. То есть основная тема нашего сегодняшнего мероприятия. Мы пытаемся понять, как проходит мусорная реформа, как развивается отрасль переработки в различных регионах, в каких регионах есть уже хорошее решение в области переработки, которые, возможно, даже реализуются в том числе снизу в качестве grassroots инициатив. Мы также смотрим на международный опыт, смотрим, что в последнее время на международном секторе появилось в области управления отходами, минимизации образования отходов. Наталья Беляева как раз, вот та тема, с которой она выступала на первой сессии, она в нашем журнале также рассказывает о том, как минимизировать образование органических отходов и отдельно их собирать и перерабатывать, и в частности приводит те самые конкретные кейсы ресторанов в Санкт-Петербурге, о которых она рассказывала также несколько минут назад, буквально здесь. Журнал доступен в том углу зала, можно подойти, взять выпуски, можно также подписаться на журнал, это абсолютно бесплатно, или следить за онлайн выпусками, которые размещаются на нашем сайте. В общем-то присоединяйтесь, читайте, предлагайте ваши идеи для журнала. Я передам выпуски журнала моим сопоналистам сегодня. Спасибо большое. Друзья, ну и соответственно в рамках презентации журнала мы сейчас непосредственно будем переходить к нашей второй сессии. Как я уже сказала, основная идея сессии – посмотреть, а как работают гражданские инициативы, и как работают бизнес-инициативы, стартапы, как работает социальное предпринимательство в Германии и в России, какие есть интересные примеры решений в области минимизации образования отходов. У нас целый ряд спикеров ожидается, со многими из них мы уже знакомы. Я думаю, те, кто работает в области российско-германского сотрудничества по темам экологии и климат, уже очень хорошо знают Юргена Форкеля-Шуберта, члена национального форума «Коммун. Образование для устойчивого развития». Юрген не раз бывал в Санкт-Петербурге, участвовал в работе «Недели Германии» последних лет. В этом году, к сожалению, ему не удалось прибыть и приехать в Петербург в реальном формате, но он присоединяется к нам в онлайн-формате. Ну и тогда первое слово и первый виртуальный микрофон, как я люблю говорить, я передаю как раз Юргену. Юрген, пожалуйста. Спасибо, большое спасибо и добрый день. Я рад, что смогу быть в Петербурге таким образом. Очень красивый город, у меня много хороших друзей. И кто меня не знает, я из Гамбурга и много лет являюсь борцом за устойчивое развитие, за устойчивое общество и так называемая эко-деревня. Но я не эко-хардлайнер, так сказать. Меня жизнь выковала каким образом? Я от объединения экологических предприятий в Центральном офисе я работаю. Я с господином Люманом работал, который в ведомстве по экологии работает. И я сейчас на основе, как инициатор, работаю бесплатно для Гамбурга. И я посмотрел, что касается уменьшения мусора, и хотелось бы несколько мыслей высказать. Этим будет занята моя презентация. Я надеюсь, что вы видите мою презентацию. А, теперь видим. Да, теперь видим презентацию. Все хорошо. Спасибо. Итак, начну я с провокационного заголовка. Проблема мусора решена. Вы наверняка знаете цели устойчивого развития, которые были приняты мировым сообществом. И есть цель устойчивого развития номер 12, которая нацелена на то, чтобы обеспечить устойчивое потребление и производство. И более 80 стран подписались под целями устойчивого развития, в том числе и Российская Федерация, и Германия. И если вчитаться в эти цели и посмотреть на подпункты, которые входят в этот пункт 12, мы увидим, в общем-то, практически все шаги, необходимые для того, чтобы обращаться с природой более осторожно, как избежать возникновения мусора и так далее, и так далее. И есть определенные индикаторы. До 2030 года, например, большая часть этих запланированных проектов должна быть реализована. Я вам могу только посоветовать заглянуть в то, что написано в целях устойчивого развития, и посмотреть, как на государственном уровне они реализуются в вашей стране, к примеру. Если посмотреть на тренды, на тенденции, то, если честно, все не очень радужно выглядит. К 2050 году, по прогнозам Мирового банка, мы будем производить на 70% больше отходов, чем сейчас. В принципе, можно сказать, что чем богаче становится общество или страна, тем больше мусора она производит. И сектор отходов растет быстрее, чем экономика в целом. Если честно, получается, что с отходами работать более выгодно, чем со многими другими отраслями экономики. Но проблема в чем? Проблема в том, что развивающиеся страны, например, больше не хотят принимать наш мусор. И во многих государствах пробуют ввести экономику замкнутого цикла вместо общества одноразового потребления. Этот слайд посвящен так называемым мифам в контексте Германии. Можно часто услышать, что Германия – это чемпион по переработке мусора по рециклингу. Но при этом в год мы производим 628 килограмм отходов на душу населения. Есть Исландия, например, в которой, как вы видите, этот показатель гораздо выше. Но есть ряд стран, которые производят гораздо меньше отходов. Например, в Индии 208 килограмм приходят на душу населения. Так что нельзя назвать Германию чемпионом по избежанию возникновения отходов. Да и в сфере переработки, на самом деле, Германия не такой уж и чемпион. Потому что то, что можно перерабатывать, у нас в конечном итоге в желтом мусорном контейнере оказывается. А оттуда только 16% действительно используется в дальнейшем. А все остальное, что выходит за рамки этих 16%, в общем-то, в сферу термической обработки попадает. То есть попросту сжигается. Если посчитать вот эти 628 килограмм на душу населения в год и перенести это на все общество Германии, 417 миллионов тонн отходов в год приходится на Германию. Это огромная цифра. Огромное число. 47 миллионов тонн – это твердые бытовые отходы. А 26 миллионов из них попадают в конечном итоге на сжигание, на мусоросжигательные заводы. Мусоросжигательные заводы у нас были введены в части отходов. Да, конечно, сжигание мусора – это лучше, чем захоранивание на полигонах, потому что все-таки вредных веществ таким образом выбрасывается меньше. И у нас есть неплохие технологии, которые позволяют нам отфильтровывать большое количество вредных веществ. Но при этом есть СО2. СО2 – это серьезное вредное вещество, и мы не все эти вредные выборсы можем поймать и с ними справиться. Отдельная проблема – это пластик. И есть несколько неплохих идей, как вообще можно с этой проблемой бороться. В частности, первое, о чем я хочу рассказать – это повсеместный запрет одноразовой пластиковой посуды, который с 3 июля 2021 года запланирован в Евросоюзе. Но есть, например, такой остров, он называется Борнхольм. На этом острове жители вообще приняли решение стать первой безмусорной общиной в мире к 2032 году. Есть другие общины, у которых тоже есть неплохие идеи. Возьмем в качестве примера Рим. Например, в Риме можно обменять пластиковые бутылки на проездные березы для метро. Или Ванкувер, например, он запрещает упаковку из пенополистирола и компостируемые пластиковые пакеты. Вы видите, что есть отдельные инициативы со стороны именно городов, потому что города на самом деле больше всего затронуты проблемой мусора, но при этом там есть возможность все-таки какие-то инициативы реализовывать быстрее, чем на уровне государств. Если задуматься, то мусор это на самом деле такая уже последняя стадия проблемы, потому что на первом месте все-таки находится именно производство товаров, которые приводят в конечном итоге к тому, что после их использования возникает мусор. И у нас в Германии довольно много усилий приложили к тому, чтобы придумать стратегию, которая позволила бы нам как-то изменить парадигму мышления. Например, производить какие-то продукты, у которых цикл жизни длиннее, чтобы не нужно было выбрасывать и покупать что-то новое. Чем надежнее производимые товары, чем дольше они служат, тем меньше вам нужно выбрасывать. И это тот принцип, в соответствии с которым мы работаем. Кроме того, очень простой принцип – покупка товаров без упаковки. В общем-то, это достаточно легко сделать. Или использовать аккумуляторы вместо одноразовых батареек. Аккумуляторы можно заряжать снова и снова, и таким образом и меньше батареек производится, и меньше выбрасывается. И, например, принцип устойчивого развития. Например, использовать хлопковую одежду вместо одежды, в состав которой входит пластик. Вот это все проекты и направления, которые очень важны, если вы хотите избежать возникновения отходов. Сегодня мы уже пару раз слышали слова, что на самом деле на потребителе лежит довольно высокая ответственность. Потребитель должен стараться влиять на ситуацию, чтобы возникало меньше отходов. Но это такой неолиберальный подход, я бы сказал так. Потому что потребители далеко не всегда поступают рационально, а зачастую действуют как раз иррационально. Есть такой немецкий философ, профессор Вольфганг Фритц Хауг. Он в 70-е годы указал на определенный парадокс. И он напубликовал книгу, которая называется «Критика эстетики товаров». И он сказал, что если ты пользуешься вещами, то получаешь больше удовольствия. И товар выделяется в первую очередь упаковкой. Это был марксистский философ. И он довольно сильно повлиял на развитие немецкой экономики. Я бы хотел процитировать его. Эту цитату вы видите внизу слайда. За потреблением стоит слово «покупка», за покупкой стоит слово «продажа», а за продажей стоит слово «прибыль». Вольфганг Фритц Хауг придерживался мнения, что нельзя на одних лишь потребителей возлагать эту ответственность. Это ошибка, я с ним согласен. Нужно привлекать к ответственности именно производителей. И производители должны в первую очередь думать в экологическом ключе. Тем не менее, наверное, исходная задача заключается в том, чтобы изменить поведение общества. И это возможно, изменить поведение общества вполне достижимая цель. Давайте возьмем в качестве примера полиэтиленовые пакеты, которые бесплатно выдают во всех супермаркетах. Вот вы покупаете что-нибудь, вам на кассе говорят, возьмите, пожалуйста, полиэтиленовый пакет, он бесплатный. Как можно изменить поведение в контексте этого примера? Я вот здесь своего рода спираль попробовал изобразить на этом слайде. Слева лиловым цветом выделен поведенческий мейнстрим, как себя преимущественно ведут в обществе. Есть отдельные новаторы, которые говорят, да слушайте, это чушь, это полная. Ну зачем нужны эти полиэтиленовые пакеты, они только вредят окружающей среде. Давайте вместо полиэтиленовых пакетов будем тряпичными сумками пользоваться. Тогда начинают производить больше таких сумок. Эту идею подкладывают СМИ. Дальше появляются законодатели моды. Например, какие-то стартапы понимают, что тут может неплохо заработать. Давайте классные тряпичные сумки будем производить, которые будут привлекать внимание людей. Все большее количество людей будет покупать такие сумки. В какой-то момент критическая масса населения осознает, что это тренд, который всем нравится. И этот тренд дойдет до уровня политики. И политика, посмотрев на ситуацию, решит запретить полиэтиленовые пакеты. Вот так можно изменить поведение общества. То, что я здесь описал на слайде, я описал довольно быстро, но вообще это долгосрочный процесс. Он занимает немало лет, но тем не менее нужно обязательно такие процессы запускать. Вот мы с вами и подошли к последнему слайду моей презентации. И здесь я хотел поговорить о том, как вообще вдохновить людей на то, чтобы они образовали меньше отходов. В первую очередь нужно осознать мусорную проблему как свою личную. С того момента, как я пойму, что такая проблема есть, и она затрагивает лично меня, я буду менять свое поведение. Я буду меньше покупать, я буду использовать продукцию секонд-хенд, я буду меняться вещами с друзьями, я буду выбирать те бренды, которые дольше служат, использовать апсайклинг и так далее. Я также могу осознать, что эффект от моих действий может быть ограничен. Тогда нужно найти единомышленников, рабочие группы, какой-нибудь стартап запустить, краудфандинг, провести исследования в интернете. Я могу возмущаться, что на местном уровне ничего не происходит. Тогда можно воспользоваться социальными сетями, можно обратиться к экспертам, можно обратиться к представителям администрации, политике, науке и экономике. И я также могу осознать, что проблема имеет глобальные последствия, и тогда можно решить эту проблему, если включиться в мировое сообщество, если использоваться социальными сетями, если начать какую-то глобальную кампанию. Вот это те возможности, которые у каждого отдельного человека есть в жизни. Я хотел этим показать, что на самом деле мы можем что-то изменить. Нельзя назвать нас абсолютно бессильными. И изменить мы можем что-то только, если мы, сообща, будем действовать в тех направлениях, которые для всех нас важны. Я очень надеюсь, что нам удастся предотвратить возникновение мусора. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Йоген. Вы слышите аплодисменты из зала. Действительно, очень хороший такой базовый обзор мер, которые могут быть реализованы и на государственном уровне, и на общественном уровне, и на уровне изменения общественного поведения, установок, приоритетов и ценностей. И действительно, мы здесь, очень многие присутствующие здесь эксперты, мы как раз работаем над этими темами в разных аспектах. Кто-то работает на экспертном уровне, в общественных организациях, в медиа, и действительно, вот такие координированные усилия по подходу к проблеме, они, конечно, очень важны. Мне также радостно, что многие из идей, которые были озвучены в презентации Юргена, будут показаны и продемонстрированы на примере конкретных инициатив, конкретных стартапов и примеров социального предпринимательства из Гамбурга и из Петербурга. Из Петербурга буквально через несколько минут вот как раз коллеги, которые со мной сидят на нашей сцене. Спасибо большое еще раз, Юрген. Ну что, друзья, мы двигаемся дальше, и следующее слово я хотела бы передать Ларите Вюстенберг. Она представляет у нас Гамбургскую городскую службу уборки. Госпожа Вюстенберг будет с нами недолго, поэтому сразу после ее презентации мы сможем взять вопросы к ней из зала, и после этого ей придется нас покинуть из-за других обязательств. Все остальные спикеры, в том числе Юрген, останутся с нами до конца сессии. Приветствую вас, и большое спасибо за то, что даете возможность сегодня представить нашу Гамбургскую городскую службу уборки и рассказать о тех проектах, оно называется «Чистое приложение», но и расскажу, в принципе, о том, какие методики мы используем для того, чтобы привлечь горожан к вниманию мусора и вовлечь их в процесс наведения порядка в городе. Итак, начнем с приложения, которое у нас есть. Если кто-то видит мусор, валяющийся просто на улице, он может его сфотографировать и может, соответственно, эту информацию отправить в нашу службу. Ну, вообще, все, что в общественном пространстве кажется ему неверным, некорректным, он всю эту информацию может отправить к нам. А дальше информацию, которую он отправляет, обрабатывает искусственный интеллект и раскидывает эту информацию по разным категориям. И, соответственно, эта информация поступает в соответствующий отдел в зависимости от того, о каком виде отходов идет речь. И после того, как проблема устраняется, этот пользователь получает информацию о том, что его запрос был обработан и проблема была устранена. Это очень важная история, и при этом важно, чтобы действительно фотография была хорошего качества и было понятно искусственному интеллекту, что это за проблема. Но вы понимаете, что сегодня мы живем в эпоху, когда очень многие люди берут кофе с собой, и потом эти стаканчики валяются где-то по разным уголкам улицы. Мы хотели как-то привлечь внимание граждан к этому процессу и дать им в руки инструмент. И это приложение нацелено на то, чтобы город Гамбург буквально блестел от чистоты, и гражданам это самим тоже приятно, поэтому мы, соответственно, надеемся на успех. У нас были ситуации, когда даже небольшие группы граждан ходили по городу и просто собирали разный мусор в мешки, но это все равно разовые акции, а вот если есть это приложение, то гражданам не требуется какого-то масштабного участия, им достаточно сфотографировать и отослать нам эту фотографию. Это то, что мы сделали, также стиль покупки. Есть так называемые плохие и хорошие покупки. Если мусор лежит, он, конечно, вредит окружающей среде. Есть так называемая хорошая и плохая упаковка. Есть та упаковка, которая невозможно, не подлежит рециклингу. Она вредит больше окружающей среде, чем та, которая подлежит рециклингу. И граждане, они, конечно же, желают в целом, чтобы... Мы ведь действительно... Так называемый эко-логотип есть. Конечно же, для логотипов, для продуктов желают, конечно... Когда покупают продукты, они не так внимательно следят. Но бывает так, что человек, видя сигнал, скажет, что это плохо и не покупает, если есть такая сигнализация в виде логотипов. И мы в Гамбурге создали такую систему так называемого светофора, когда мы видим, что эта упаковка, она подлежит лучшему рециклингу, поэтому, когда человек в супермарте покупает, он может ориентироваться на эту сигнальную систему по принципу светофора. Другие города даже взяли у нас лицензию на такой вид, так сказать, сортировки продуктов по светофорному принципу. Например, город Коблинц перенял нашу систему. И теперь есть, кажется, 20 городов, 20 различных населенных пунктов Германии взяли эту систему. И, конечно же, что, собственно говоря, помогает это или нет? Но, тем не менее, когда совершаются первые шаги в этом направлении, пожалуй, это правильный шаг. Каждый должен сначала совершить маленький шаг. Уже мы говорили о том, что чистое приложение, конечно. Ведь, наверное, все-таки разница в отношении возникает, когда человек сообщает о той грязи, о том мусоре, который лежит, или нет. И вообще, почему люди задаются таким вопросом? И тогда начинают думать, почему некоторые бросают мусор, почему некоторые, наоборот, стараются не делать этого. И это, можно так сказать, первый шаг. И также при покупках есть такой ориентир в быту, когда мы покупаем. И самый простой, наверное, способ. Поэтому светофоры — это устройство, знакомое всем, красное, желтое, зеленое. И это сигналы, которые каждый способен понять. И каким образом теперь цифровое? Итак, Zero West Map — такая карта. Я уже о ней говорила по Гамбургу. Мы разработали такое приложение, которое бесплатно можно загрузить его. Есть изображение карты, и сфокусировано это именно на городе Гамбурге. И можно включить систему фильтров. Можно, например, по ресторанам, по кафе, в магазины отдельно. То есть можно выбирать, какие. И то есть смотреть не просто как и где. Собственно говоря, можно, например, покупки совершать более осмысленно. И можно выбрать спот, например, то, что рядом с моим домом находится. Посмотреть на карту и выбрать этот участок. Вот, кажется, мой любимый магазин, в котором я обычно покупаю. А вот его не было. Вот я сделаю, пожалуй, снимок моего любимого магазина. Напишу соответствующий текст к нему. И тогда могу сохранить это. Таким образом, у нас есть... Мы интегрируем в это приложение, и эта карта. Можно тогда, так и некий, как гид по покупкам, гид по магазинам. И это будет расширяться на всю Германию. И мы можем тогда в будущем много различных применений, может быть. Например, когда мы вообще говорим о том, чтобы получать какие-то сведения, обучаться этому экологическому мышлению, то ведь важно, что ученики, школьники, они... С ними можно делать, применяя смартфоны. И они вовлекутся очень хорошо. У нас в Германии раньше мы мусор хранили, а потом мы начали его сортировать. Раздельный сбор мусора был. И таким образом мы видим, что со школьниками можно просто посмотреть, что на мусорных площадках вообще происходит. Можно с ними... И потом дополнить. Также уже можно рестораны, какие-то живые определенные дома. и мы можем показать, что в это время сейчас, возможно, может быть, много таких точек, которые можно будет изобразить и можно принести в кафе. Можно... В это время можно применять это приложение, удобно применять именно его. что мы... Мы действительно... Я сейчас... Клинап рассказываю. Есть такой проект. Мы проводим... Очень много людей есть, которые большой интерес проявляют к этому. Zero Waste. Это избегание мусора. Речь вот об этой программе идет. И мы знаем, для этого есть такое комьюнити. Образовали. Это люди, которые активно занимаются этим. Это не правительственные организации. Они объединяются в сеть. И на прошлой неделе как раз Zero Waste, такая программа была проведена. И мы это успешно провели, это мероприятие. Была такая оживленная дискуссия. И хотелось бы с помощью этого приложения также в быту поддерживать это на бытовом уровне. И всегда ведь можно посмотреть свой смартфон и айфон и посмотреть, что происходит и где можно начать действовать. Ну, что является ключом успеха? Конечно же, это устойчивое сообщество должно быть, образовывать платформу. Они должны действительно, эти идеи должны делиться этими идеями. И таким образом их можно быстрее реализовать в таком случае. И комьюнити может само создавать эти так называемые ходспоты, эти точки внимания. И эти ходспоты можно качественно улучшать. И все, что указывается в этом приложении, это кафе, супермаркты и прочее, все это будет способствовать улучшению ситуации в этих учреждениях. Ну, и мы также благодарны этому сообществу, которое мы ведь обычно, как мы говорим, друг от друга узнаем, когда общаемся. Во время прогулки мы можем встречаться и говорить, и обращать внимание. То есть мы на социальные каналы можем ориентироваться также. Что еще мы предполагаем сделать? Летом у нас будет старт поиска мусора. Это будет кафе, супермаркты, то, что мы будем исследовать. И теперь ключевые слова. Будут ключевые слова, комментарии введены. Это летом предполагается сделать. Я уже упоминал, что это все, вся система, которая у нас, она может быть впоследствии применена на территории всей Германии. Как я говорил уже по покупкам, эта система была лицензирована. И таким образом станет возможным... Вот мы здесь видим то, что подготовиться к тому переводу, к ограничениям, которые в 2021 году будут введены. Есть система редактирования. Я уже о ней говорила. Можно посмотреть функции. Фотография может совмещается ли с текстом. И посмотреть также список партнеров, которые могут общаться. Тем самым можно и индивидуализировать это можно, либо в партнерстве. Ну и напоследок хотелось бы... То, что является инновативным для Гамбурга, это сырьевая инициатива, так называемая. Вопрос в чем? Каким образом должна быть упаковка такой, чтобы она хорошо выглядела? Была из такого материала, который хорошо подлежит рециклингу. И множество различных партнеров для этого мы привлекаем. И мы тем самым... Причем это научные партнеры, в том числе технический университет города Гамбурга, потом из жилищно-коммунального хозяйства представители. И все это позволит производить такие продукты, которые будут подвергаться рециклингу в более удобной, в более качественной форме. Мы что видим? И когда мы увидим, например, какой-то товар, стоящий на полке, мы скажем, да, вот смотрите, есть бутылка с моющим или стиральным средством, и мы можем посмотреть информацию о том, из чего сделана упаковка, каким образом она может быть утилизована или подлежать рециклингу. И мы видим, что таким образом будет замкнутый цикл использования сырья. И мы увидим, что будет определенный восторг. И мы можем убедиться, что можно производить такой продукт, который будет соответствовать всем требованиям. И он должен соответствующим образом выглядеть. Он будет из того материала, который как раз в цикличном экономике будет полезным. И, конечно, здесь еще доверие, о котором не надо забывать. Это доверие, оно действительно позволит и наши потребительские привычки улучшить, потребительское поведение. И мы уже говорим о том, что у нас будет круговорот, и тем самым я хотела бы на этом поблагодарить вас за внимание. Ну что, друзья, мы двигаемся дальше. Теперь у нас будут рассказы о четырех инициативах. Это инициативы, которые работают либо в виде гражданских инициатив, либо в виде социального предпринимательства из Гамбурга, из России. И первая инициатива – это Happy Cup Светланы Ачуева. Светлана присутствует с нами также в онлайн-режиме. Светлана, мы вас очень хорошо видим. Здравствуйте, я надеюсь, и слышно меня тоже. Да, да, все хорошо. Со звуком все хорошо, да. Огромное спасибо, что вы позвали нас. Нам очень приятно. Ой, пропал звук. Пропал звук. А сейчас? Да, все хорошо. Все вернулось, да, хорошо. Да, мы к вам в Санкт-Петербург приехали из Москвы. Мы московская компания. И основное, если кратко просто сказать про нас, то мы производственная компания, которая решила несколько лет назад, четыре года, если быть точнее, начать производство многоразовых пластиковых стаканов. И эта идея пришла нам, очень было, очень хотелось бы похвалиться, что это мы сами ее придумали, но нет. Мы увидели ее в Европе на музыкальном фестивале. Такая же система и во многих других странах европейских мы видели на музыкальных фестивалях. Система аренды стаканов. Единственное, что мы, наверное, свое придумали, мы придумали свое название. Мы назвали эту систему кап-шеринг. Ну, очень хотелось дать это какое-то одно слово этому понятию аренды стаканов. К сожалению, я к вам без презентации, но мне кажется, по-моему, лучшая презентация – это все наши стаканы, все наши фестивали, которые мы делали. И надо сказать, ну, хотела бы сказать следующее, что мы начали в 2018 году. Первый фестиваль, на котором мы делали кап-шеринг – это была усадьба Джаз. Очень благодарны организаторам за то, что они в нас поверили. И у нас был первый опыт. Затем, в 2018 году мы сами проехали по России, по российским фестивалям. Мы были на Красной Поляне, на фестивале LifeFest. Да, кстати, вижу стакан с этого фестиваля. Да, да, у нас тут вот нам как раз Татьяна Нагорзева из раздельного сбора передала этот стакан. Мы показываем его как раз. Это фестиваль, да, 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 это стакан с фестиваля LifeFest. Был очень интересный опыт, так как это было на горе, высоко. Нам самим было это очень интересно, но я думаю, что и зрители, и музыканты, и организаторы. Это был один из первых опытов внедрения кап-шеринга на фестиваль. Все были довольны. В то время, к сожалению, кап-шеринг не был в полном объеме представлен на фестивалях. Немножко урезанная была форма, но сознание, экология, и мы, мы растем. И можно так похвалиться, что в 2019 году мы как раз делали фестиваль, кап-шеринг, фестиваль боль. Вот этот прекрасный стакан. Это было три дня на московской площадке. И надо сказать, что это был успех кап-шеринга. Ни одного стакана не валялось нигде на земле. Все было либо люди забрали с собой как сувениры, либо это было возвращено, и получим залог обратно. Если кратко, и кто-то... Ну, просто в Европе это работает очень давно, поэтому я, в принципе, повторяю, как у нас здесь это сделано. То же самое, что люди вносят залог за стакан на каком-то музыкальном или не музыкальном мероприятии массовом. Затем они его используют, покупая различные напитки. Наши стаканы тоже подходят для горячих напитков в том числе. И в конце мероприятия гости могут либо вернуть стакан и забрать залог в полном объеме, либо забрать его с собой как сувенир, долго рассказывать об этом мероприятии всем своим знакомым и пользоваться этим стаканом еще много-много времени, наливать туда кофе и использовать его по дороге домой или на работу. Что у нас, в принципе, за эти... Прошлый год он у всех был немножечко тихим, можно так сказать. Но надо... Ну, как-то так сказать, хотим похвастаться, что наша система, она все больше и больше развивается, все больше фестивалей хотят с нами делать капшеринг. В этом году, скорее всего, мы будем участвовать на фестивале «Дикая мята» и фестиваль, авторские фестивали, авторская анимация «Инсомния». Две уже договоренности. И я надеюсь, что как только другим фестивалям подтвердят возможность вообще в это лето что-то проводить, то тоже там будет капшеринг. Что еще хотелось именно отметить, что нам нравится, как развивается на самом деле этот бизнес на российском рынке, что помимо музыкальных фестивалей к нам присоединяются некие кафе. Это питерская сеть «Кофеин Буше». Мы с ними работаем уже несколько лет. И присоединился в Москве скандинавский ресторан «Бьорн». Эти кафе из ресторана вообще отказались от одноразовой посуды и предлагают своим гостям либо выпить кофе из стеклянной посуды в ресторане, либо приобрести этот стакан с символикой ресторана, с рекламой их, и забрать с собой, пользоваться постоянно на долгой основе. Также хочется отметить, что у нас достаточно много появляется клиентов, компании, которые хотят заменить одноразовую посуду в своих офисах, делают брендирование стаканов и не пользуются одноразовыми стаканами из кулера, а пользуются многоразовыми стаканами. Мы развиваемся потихоньку, делаем новые формы многоразовых стаканов не так быстро, как бы нам хотелось. Конечно, все было бы здорово, если бы не прошлый год, но он уже закончился, а в этом году все начинает развиваться, все лучше и лучше. Я надеюсь, что массовые мероприятия сейчас будут разрешены, и мы будем встречаться и пользоваться многоразовой посудой. Я могу ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. Да, аплодисменты из зала. Вопросы у нас будут в конце сессии, мы пока двигаемся дальше, так что оставайтесь, пожалуйста, с нами. Хорошо, спасибо. Из Москвы мы переносимся опять в Гамбург. Бенни Минвенке, Брейснет, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, Петербург. Хотел бы также вам представить свою презентацию. Сейчас поделюсь экраном. Рад, что сегодня мы можем обсуждать большую проблему с океаном. Как и Гамбург, город Гамбург находится также у моря, и это сближает нас. И давайте не забудем, что береговая линия 110 тысяч километров, береговая линия. И, конечно же, к воде допуск, и это действительно очень важно, и представляет это, конечно же, большую проблему, вода. Вы, наверное, слышали. Грэйт Пасифик Габбидж Пэтч. Это такой мусор. У нас есть анимация, мы показывали ее. Этот мусор, он больше по территории, чем Франция, в три раза. Или восьмая часть территории России. Это действительно, что касается этого мусора, действительно огромные размеры. И вы знаете, что в результате очень большое количество животных, подводных, млекопитающих и рыб страдают от этого целого острого мусора. Там не только пластик, там еще и старые рыболовецкие сети. И проблема в том, что этот остров из пластика и сетей плавает по территории Мирового океана. И в этих сетях в результате запутывается огромное количество животных. И если одна сеть может прохудиться и выйти из строя довольно быстро, то вот такие сети, плавающие вместе с пластиковым мусором по океану, могут продолжать выполнять свою функцию еще 600-800 лет. Кроме того, сам пластик за 800 лет раскладывается до микропластика и таким образом влияет на микроорганизмы. Сейчас по миру есть около 40 водолазов в Японии, в Новой Зеландии, в том числе и в Северном, и в Балтийском море. Мы пытаемся выловить вот эти остатки рыболовецких сетей, очистить их и переработать, в частности в Гамбурге, в новые продукты. Первый продукт называется BraceNet. Это браслет, сделанный из таких сетей. Почему мы решили делать браслеты? Мы решили, что надо придумать какой-то проект, который всем был бы виден, который бы привлекал внимание. Если ты такой браслет носишь, то его видно другим людям, и это своего рода сигнал. И поскольку рыболовецкие сети бывают различных цветов, то и браслеты получаются разноцветные, и можно даже узнать, из какого материала они сделаны. Как мы вообще к этой идее пришли? Этот проект я основал с теперь уже моей женой, а тогда это была моя любимая девушка, с которой мы поехали в 2015 году в отпуск в Танзанию. И вот там мы везде видели эти плавающие сети рыболовецкие. И мы решили, что надо что-то с этим сделать. Мы вернулись в Гамбург, собрали команду из 35 ребят, которые тоже решили, что эта идея достойная, и, соответственно, начали думать, что можно сделать. В результате появились не только эти браслеты, мы начали сотрудничать с большим количеством другими НКО, Sea Shepherd, может быть, вы слышали про эту компанию. Мы продолжаем перерабатывать эти сети и сотрудничаем с большими компаниями не только из Гамбурга, но и из разных точек мира. Они к нам обращаются за поддержкой, если им нужно написать какие-то концепции устойчивого развития компании или найти какие-то альтернативные материалы. Вот покажу вам, например, это изделие из такой сети. А если браслет нам не сделать, то мы можем сплавить вместе остатки этих сетей и из этого изготовить новую продукцию. И бывают компании, которые этим интересуются. В сфере спорта, например, это тоже можно применять. Может быть, здесь есть кто-то, кто интересуется футболом вместе с Санкт-Паули. Мы, например, из этих сетей делаем футбольные мячи. И есть различные сувенирные магазины, в которых мы свою продукцию тоже продаем. И вы знаете, что есть различные одноразовые предметы, которые не стоит использовать, вроде трубочек, например. Мы пытаемся тоже подать пример, чтобы таких предметов использовали меньше. На данный момент мы уже вытащили из морей около 5000 тонн этих сетей. И их мы через upcycle переделали в новые продукты. Вот, например, у нас есть тканевые сумки, которые тоже содержат в себе куски рыболовецких сетей. Вы видите, что с одной стороны есть такой элемент, как у авоськи, а с другой стороны есть очень крепкая ручка. В общем, палитра наших изделий стала гораздо шире со временем. У нас появились команды ребят, которые довольно активно работают над тем, чтобы придумывать еще новые и новые способы использования этих отходов, которые плавают в море. Вы также уже слышали, что один из трендов в Евросоюзе – это предотвращать появление мусора. И есть целая комиссия, которая занимается вопросом отходов. В частности, мы предложили этой комиссии механизм слежения за потерянными сетями. То есть в них встраивается своего рода датчик, по которому можно отследить, что вот эта сеть сейчас уже от трейлера как-то отделилась и живет своей жизнью. И тогда можно ее, соответственно, попытаться через датчик отследить и вытащить из воды. Так что половину нашего времени мы занимаемся как раз направлением предотвращения появления мусора и помогаем не допустить попадания мусора в морскую воду. А с другой стороны, вторую половину времени мы используем на то, чтобы через upcycle создавать новые продукты. Начинали мы действительно как стартап. Нам удалось через краудфандинг получить около 175 тысяч евро. И мы заработанные деньги также отправляем на нужды различных организаций, которые поддерживают морских жителей и тоже занимаются похожими экологическими инициативами. Наша работа нацелена на то, чтобы привлечь внимание политиков к этой проблеме и показать, что на самом деле, если постепенно двигаться, можно решить эту проблему. На этом все. Большое спасибо за внимание. И я, соответственно, онлайн буду с вами до конца дискуссии. Так что, если есть вопросы, задавайте. Спасибо. Спасибо большое. Да, у нас очень громкие аплодисменты в нашей аудитории. Спасибо за ваше выступление и представление вашей работы. Я уверена, что у нас будут вопросы. Но до того, как мы перейдем к вопросам, у нас еще две инициативы из Санкт-Петербурга сейчас представят свою работу. И первое слово я хотела бы передать Сергею Ибрагимову, CEO 99 Recycle. Сергей, пожалуйста. Спасибо. Я ожидаю, что появится презентация. Так, да, сейчас появится презентация. Я директор проекта 99 Recycle. Мы делаем эстетику из историчных материалов. Во всем мире и в России наблюдается тренд устойчивого развития компаний и ответственное потребление. Компании стараются делать свою продукцию из вторичных материалов, делать продукцию перерабатываемой и экологизировать производство и маркетинг. Люди же, в свою очередь, поддерживают ответственных производителей, потому что им важно, из чего и как производится продукция. Мы помогаем компаниям экологизировать маркетинг. Мы делаем мерч из вторичных материалов, а именно сумки, рюкзаки, шоперы, скейтборды, значки и статуэтки. Делаем мебель и малую архитектуру и интерьерные решения. Занимаемся экообразованием. Делаем лекции, мастер-классы, экскурсии. Производим установки и организуем открытые мастерские по переработке пластика, где люди могут вживую посмотреть и сами сделать что-то из отходов какой-то полезный и красивый предмет. Мы используем вторичные материалы, делаем яркий дизайн под нужды клиентов и также из-за большого количества направлений и большого количества продуктов предоставляем комплексные решения, которые закрывают большую часть потребностей наших клиентов. В первую очередь мы работаем с бизнесом и делаем мерчи для бизнеса. Также у нас есть собственный бренд и нашу продукцию можно купить в розницу. Миссия нашей компании – это создание ценности для вторичного сырья. Нам очень важно, чтобы люди относились к вторичному сырью не как к отходу и мусору, который идет на свалке, а как к чему-то ценному, из чего можно произвести продукцию. А также миссия нашей компании заключается в том, чтобы повысить, сделать так, чтобы переработка была экономически оправданной и не нуждалась в субсидиях государства. Это можно достичь через повышение спроса на вторичное сырье и повышение цен на него. Тогда будет выгодно собирать и перерабатывать отходы. Мы побуждаем людей задумываться о переработке экологии, а также помогаем бизнесу становиться экологичнее. Мы стараемся это делать не через запугивание и показывание ужасных картинок. Мы стараемся делать это через позитивные стимулы и кажется, что позитивные стимулы работают лучше. Мы делаем качественные дизайнерские вещи из вторичного сырья и рассказываем, показываем весь процесс переработки. Поэтому люди могут заметить, что переработка есть, есть переработка даже в России. И из того, что могло бы уехать на свалку, могут получиться классные и полезные вещи. Наша цель – делать продукцию на 99% из вторичного сырья, делать продукцию перерабатываемую на 99%. И чтобы во всем мире 99% сырья перерабатывалось. Поэтому мы называемся Natinine Recycle. Нашему проекту почти три года. Мы начинали в гараже в июле 2018 года. У нас три основателя. Идею мы подсмотрели у проекта про 6-пластик. А начали мы все это делать, потому что хотелось что-то поделать руками, что-то сделать красивое, прикладное и полезное. За три года мы проделали большой путь. Где-то в январе 2019 года нас было 4-5 человек, в январе 2020-го – 10 человек. В этом году уже 23 человека, а прямо сейчас в нашей команде работает 34 человека. В августе 2019 года мы начали разрабатывать крупногоштатный 3D-принтер и буквально недавно закончили его разработку. Тут на фотографиях мой гараж, в котором мы все начинали, как несколько больших стартапов, а высший – цех, в который мы переехали буквально через пару месяцев после начала. Сейчас расскажу немного про то, как и из чего мы производим нашу продукцию. Тут есть скейтборд, рюкзак и мебель. Скейтборды мы делаем из крышечек. Мы покупаем крышки от бутылок у благотворительного проекта «Крышечки доброты». Перемалываем их в крошку. Крошку запихаем в духовке, прессуем в форме и получаем скейтборд. Большую часть текстильной продукции мы делаем из отходов от производства лодок и батутов. Мы забираем остатки производства, лоскуты, ПВХ-ткани и шьем из них рюкзаки, шопперы, сумки и что-нибудь еще. Это наиболее полезное с прикладной точки зрения направление нашего проекта, потому что ПВХ-обрезки не перерабатываются. Они очень сложно перерабатываются. Скорее всего, уехали бы на свалку, если бы мы не занимались их апсайклингом. Мебель мы производим из вторичного полистирола. Мы берем отходы от производства стаканчиков для йогуртов и при помощи 3D-принтера получаем мебель. Это достаточно инновационная технология и в мире достаточно мало аналогов. В России публичных крупномасштабных 3D-принтеров практически нет. Наверное, совсем нет. Дальше я расскажу про технологии. Я уже начал рассказывать про 3D-принтеры. При помощи него мы можем автоматизированно получать мебель и арт-объекты размерами 2х2х2 метра. Это достаточно много. У нас есть термопресс, который производит листы пластиковые по цвету и структуре. Они очень похожи на мрамор, размерами 1х2 метра. И лесевые установки, на которых мы, например, производим значки. Большая часть установок разработана нами. И мы продаем их в другие открытые мастерские для павлиаризации переработки и для того, чтобы можно было на них наглядно показывать, как перерабатываются пластики. У нас есть, собственно, и швейный цех, где порядка 10 швей. Мы наладили процесс сбора и сортировки отходов текстильных производств и наладили процесс отшива на сторонних производствах. И мы можем перерабатывать реально очень много. Мы перерабатываем в месяц 2 тонны пластика и 600 килограммов ПВХ. С одной стороны, это не очень много. С другой стороны, это вся продукция на виду. И мы производим достаточно много, порядка 2000 единиц изделий в месяц. И на все эти изделия люди смотрят и задумываются о переработке. Мы за три года разработали крупномасштабный 3D принтер, создали свою линейку мебели. У нас уникальный бренд с лояльной аудиторией. И за 2020 год, даже несмотря на то, что он был достаточно сложный, мы выросли в два раза и стали производить там около в пять раз больше продукции. Спасибо большое нашим клиентам, которые нас поддерживали при помощи заказов. Было приятно со всеми работать и были интересные проекты. Расскажу чуть про команду. У нас три основателя. У всех технический бэкграунд. Это позволяет нам быстро решать проблемы. И несмотря на первоначальное отсутствие опыта, построить классный проект и развиваться дальше. Также у нас есть пара менторов. Это Наталья Галичан, директора благотворительной сети. Спасибо. И Алексей Семенов, глава геоскана. Для развития проекта мы очень сильно развиваемся. Мы ищем инвестиции в размере 20 миллионов рублей. И ищем партнеров для привлечения клиентов или выхода на зарубежные рынки. Спасибо. Спасибо большое, Сергей, за вашу презентацию, за ваш такой очень подробный рассказ. Вы рассказали нам действительно и об идее, и о технологиях, и о рынках сбыта, и о ваших клиентах. Мне кажется, тоже, особенно говоря, в фокусе нашего мероприятия, очень важно, что во всем, что вы делаете, у вас есть такая просветительская составляющая. То есть вы рассказываете и клиентам, вы рассказываете и вашим партнерам, почему вы это делаете, почему это важно, как вы это производите, и какой позитивный экологический эффект у всего того, чем вы занимаетесь. Спасибо большое. Действительно замечательный проект. Вы из Петербурга и в Петербурге базируетесь. Я правильно поняла, да? Да, мы из Петербурга. Я, наверное, петербуржец в четвертом поколении. Замечательно. Спасибо. Так, ну что, друзья, еще одна инициатива. Вы также из Петербурга. А можно вопросы в конце? Да, сохраните, сохраните ваш вопрос. Михаил Щербаков, магазин без упаковки Крупа. В моем предварительном разговоре с Михаилом я выяснила, что магазин располагается совсем близко к нашему месту проведения мероприятия. Поэтому у тех из вас, у кого еще останутся силы для небольшого путешествия, пешком буквально 5 минут можно будет пройти и посмотреть на магазин собственными глазами, а также что-то там приобрести. Михаил, пожалуйста. Раз, два. О, отлично. Здравствуйте. Спасибо большое в первую очередь за приглашение. Очень приятно быть здесь сегодня. Очень много интересного вы слышали. Вообще предыдущие ораторы с совершенно потрясающими, интересными проектами выступили. Большое спасибо. Я буквально незадолго до начала вообще узнал о том, что можно будет принять участие, нужно будет принять участие, поэтому у меня не столько презентация, сколько, скорее, несколько фотографий. По большей части я с помощью них проиллюстрирую, кто мы такие, что мы делаем, с какими трудностями мы сталкиваемся в реализации нашей концепции и что мы прямо сейчас уже делаем и можем сделать для того, чтобы все-таки через эти трудности перешагнуть и развиваться в нужном нам направлении. Мы магазин без упаковки Крупа. Я Михаил, я управляющий магазином. Мы занимаемся тем, что продаем продукты питания, натуральную косметику, товары для дома, для ухода за собой, бытовые средства без упаковки, на разлив, на развес или в такой упаковке, которую можно легко переработать или которую можно вернуть нам, чтобы мы вернули производитель для повторного использования. Об этом я чуть позже расскажу. Вот эта первая фотография, она, возможно, лучше всего иллюстрирует нашу концепцию. Это наш корнер с продуктами питания. Как видите, все, что мы продаем здесь, оно совершенно без упаковок, оно все находится в контейнерах и любой покупатель может, придя с какой угодно своей упаковкой, со своим мешочком, со своим контейнером, набрать необходимое количество ему продуктов и взвесить и унести с собой. Магазину недавно исполнилось два года и я хотел бы здесь сейчас в первую очередь сказать вообще, как это началось и как удалось пережить события, связанные с пандемией. И если здесь есть кто-нибудь из других ZeroWaste магазинов, они, возможно, вообще удивятся, как мы еще существуем. Чуть более двух лет назад был основной магазин Крупа и за время своего существования он пережил два переезда и полное закрытие торгового зала на время пандемии. То есть магазин некоторое время работал исключительно на доставку, как и все остальные бизнесы в Санкт-Петербурге. И также за это время магазин пережил смену владельца и сейчас на новом третьем месте с новыми владельцами магазин развивается и решает новые, стоящие перед нами задачи. Я хотел бы сказать несколько слов о них. В первую очередь, вообще, зачем мы это делаем? Конечно же, для того, чтобы сдвинуть что-то, чтобы могли показать потребителю другую какую-то схему, другую модель потребления, что можно покупать продукты без упаковки. Одноразовая упаковка вовсе не обязательно. Что перерабатывать, это тоже не совсем выход, но, в общем, можно. И лучше пластик абсолютно минимизировать. У нас ничего пластика в магазине купить невозможно. А лучше вообще покупать, приходить собственной какой-то многоразовой упаковкой. На этом слайде не видно, но на одной из полок у нас представлено как раз-таки решение многоразовое для хранения. Это какие-то мешочки, это какие-то баночки. В общем, мы можем также покупателю всегда помочь с этим. И что касается упаковки, здесь, конечно, первым перед нами встает вопрос взаимодействия с поставщиками, потому что не со всеми поставщиками удается наладить взаимодействие, чтобы они присылали что-то в какой-то упаковке, которые можно переработать. Но я могу привести небольшой пример. Так, подскажите мне, куда направить. Переключилось. Дальше будет несколько сумбурных фотографий с моего телефона. Вы видите хороший пример того, как мы можем взаимодействовать с поставщиком продуктов. То есть, например, в крафтовых мешках мы получаем макаронные изделия, пасту. В таких вот контейнерах мы получаем кофе. И есть еще несколько категорий товаров, которые нам удается получать в такой упаковке, в большой упаковке, с которой мы можем фасовать в контейнеры, которую мы можем потом легко переработать или вообще много раз использовать. К сожалению, реальность такова, что не всегда это удается использовать, реализовывать. И как ни странно, чем больше становится производитель, тем сложнее это, собственно, происходит. Мы отдаем предпочтение преимущественно локальным производителям. И, честно говоря, за время существования нашего магазина несколько из них у нас на глазах выросли. И если в самом начале у нас было налажено взаимодействие в оборотной таре, я об этом скажу чуть позже, то с ростом производства это почему-то стало очень сложно или вовсе невозможно. То есть один из производителей, например, привозит нам свой товар в крафтовых пакетах, но почему-то также в картонных поддонах, а не в пластиковых. И вот никак не могут они по-другому его фасовать. Очень жаль. Но мы продолжаем взаимодействие со всеми и с каждым из наших партнеров, которых более 40, ищем как можно более удобный способ взаимодействия. И лучше всего это удалось… Я как-то вернулся обратно. Коллеги, можете помочь? У меня сегодня хуже всего работает этот пульт. Мне бы следующий слайд, а он переключает между двумя первыми. Спасибо. Он все равно не переключается. Все равно не переключается. Да. Коллеги. А вы можете вручную переключить? Вот. Я хотел показать хороший пример того, как мы добились хорошего, тесного взаимодействия с поставщиком, того, что касается упаковки. Легче всего это оказалось сделать с косметикой, с какими-то товарами бытовыми. И вот вы видите на примере бомбочек для ванн. Это локальный производитель бомбочек для ванн, MoaSoup. И с ними мы реализуем взаимодействие в воротной таре. То есть мы используем в данном случае пластиковые киевские контейнеры. Они идеальны по размеру, очень хорошие по качеству, долго служат. И у нас все взаимодействия происходят с помощью вот этих многоразовых контейнеров. Мы совершенно не используем с ними картонную упаковку какую-либо или тем более полиэтиленовую. Здесь же можно сказать немного о средствах бытовой химии. Она поставляется в основном в таких вот баках. Они тоже не пропадают бесследно. Их, конечно, можно переработать, но мы их пускаем в повторное использование. Здесь видите, что в данный момент у нас их скопилось некое количество, и мы их передадим одному из наших партнеров для повторного использования. Они их потом моют, готовят к следующему использованию, используют снова. То есть их даже перерабатывать не приходится. И вот это, пожалуй, одна из целей того, что мы добиваемся, чтобы после деятельности магазина вообще не оставалось какого-либо мусора, тем более от упаковки, чтобы одноразовой упаковки совершенно не было. И один из примеров здесь – это упаковка для доставки. У нас есть услуга доставки на дом, и мы также ее осуществляем в оборотной таре. И видите, здесь просто некоторое количество контейнеров, которые мы используем для осуществления доставок. То есть я сейчас рассказываю про прямые такие практические примеры того, как мы реализуем принципы zero waste и low waste в нашей повседневной работе. И вот уже все время существования магазина мы развиваем услугу доставки. После пандемии она стала пользоваться особым спросом, и люди к этому готовы. Просто курьер наш приезжает к покупателю с нужным количеством товаров в оборотных контейнерах. Покупатель в спокойном темпе перемещает товары в свою какую-то тару, и курьер возвращает эти контейнеры нам обратно, мы их моем и готовим к следующему использованию. И мы очень рады, на самом деле, что эта система работает, что на это есть спрос, что есть понимание со стороны покупателей, и те, кто пользуется этой услугой, в общем-то готовы к такому формату взаимодействия с нами. И нам вообще интересно, какое развитие получит доставка. Это сейчас не самая большая часть нашей работы, но мы хотим ее развивать, и, наверное, в будущем сможем рассказать, как мы реализовали zero waste доставку. Ну и, как я сказал, в нашем магазине мы сортируем собственные какие-то отходы. От нас практически не остается мусора, который нам нужно выбрасывать. Мы делим все на разные виды пластика, бумагу и картон. Все мы сдаем в переработку. Наверное, если сравнивать с отходом от обычного магазина или ресторана, это какой-то просто ничтожный процент от примерного объема остается. Но также еще у нас реализован раздельный сбор некоторых фракций. То есть любой посетитель нашего магазина может нам придя оставить у нас такие вещи, которые много, где можно собрать, как пластиковые карты и крышечки. Но еще мы собираем такие редкие фракции, как чеки и блистеры от таблеток. И потом отправляем их в повторную переработку, в повторное использование. И таким образом стараемся не только рассказать о важности и необходимости раздельного сбора вторсырья, но и также дать необходимые возможности для того, чтобы это можно было реализовать всем нашим посетителям. Слушайте, я так быстро на самом деле пробежался по сути нашей работы. И, наверное, пожалуй, это все. Мне будет приятно ответить на ваши вопросы. Скорее всего, парочка каких-нибудь появилась, в том числе самые каверзные. Я вот еще скажу, что заканчивая свое выступление, рассказ о нас, я хочу сказать, что меня попросили перед выступлением подготовить какую-нибудь статистику по поводу того, например, сколько нам удалось продажей гречки сэкономить одноразовых пакетов. Я попытался ее каким-то образом свести накануне, но это немножко сложно оказалось. И поэтому я вам ее не представлю. Но, честно говоря, вот это немножко такая грустная штука. Пока что это капля в море. То есть ZeroWaste магазины, они пока что остаются такой нишевой историей. Они не получили большого распространения. Если сравнивать, конечно, обороты гречки нашего магазина со всеми торговыми сетями, это пока что ничтожная такая экономия. Но нам приятно, что все больше становится людей, которые хотят посещать такие пространства, узнавать о этом больше и совершать покупки в таком формате. Мы делаем все необходимое для того, чтобы это было возможно и максимально удобно для наших покупателей. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Напомните еще раз нашим и посетителям в зале, и слушателям в онлайне, где находится магазин. Надо было подготовить слайд с адресом, наверное. Аптекарский проспект 18. Это просто дальше по проспекту медиков около Кантемирского моста. Там находится наш магазин Крупа. Мы до 9 вечера открыты. Можете после выступления, после мероприятия зайти к нам и своими глазами посмотреть, как мы реализуем вообще концепцию ZeroWaste магазина. И наши консультанты с удовольствием расскажут о всех наших продуктах и о всех аспектах нашей работы. Спасибо большое. У нас подходит к концу наша вторая сессия. У нас подходит к концу презентация журнала «Экология и право». Напомню, что журнал можно взять у коллеги, которые сидят за зеленым столом в конце зала. Это журнал предыдущего выпуска журнала. Подписаться бесплатно, читать нас в онлайне, предлагать свои идеи для статей, для выпусков. Оставайтесь с нами на связи. У нас подходит к концу и мероприятие в целом. Я сейчас передам микрофон для финальных слов Татьяне Нагорской, представительнице раздельного сбора. Со своей стороны я хочу поблагодарить всех панелистов сессии, которые мне выпала честь модерировать. Спасибо большое Югин, Беремин, спасибо большое Светлана за то, что вы присоединились к нам в онлайн формате. Рассказали о вашей работе, рассказали о ваших идеях. Надеюсь, что вдохновили многих наших участников на то, чтобы создать еще что-то новое. Всяческой вам удачи во всем, что вы делаете. И я надеюсь, что немецко-российское сотрудничество по этой теме будет только развиваться. Спасибо большое, Михаил, за то, что вы присутствовали с нами лично. И Сергей, который уже вынужден был нас покинуть. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше время, вопросы и интерес к теме. Спасибо нашим переводчикам, спасибо технической поддержке. И я сейчас передаю микрофон для официального закрытия нашего мероприятия, нашей конференции Татьяне Нагорской. Татьяна, пожалуйста. Пожалуйста, включите нашу презентацию. И в качестве такого бонуса, подарка в конце недели Германии, у нас, я так понимаю, самое последнее мероприятие недели Германии в 2021 году, мы решили сделать такую виртуальную выставку проектов, которые предотвращают образование отходов. Мы решили, что это будет интересно и немецкой стороне, и российской стороне. И поэтому мы представляем проекты и немецкий, и российский на русском и немецком языке. Эти проекты относятся к семи разным тематикам, направлениям. И вот сейчас я вам покажу несколько примеров проектов, которые мы будем распространять в социальных сетях. Не работает у меня кликер, прошу прощения. А, вот, все, нормально. Так, да, вот. И, соответственно, у нас проекты, которые посвящены разным направлениям, например, апсайклинг, про который сегодня мы говорили. Как вы видите, здесь одинаковые карточки, просто на немецком и русском языке. Мы будем распространять их на ресурсах и в социальных сетях всех организаторов нашего мероприятия в течение мая. Они будут выходить сериями, которые будут посвящены отдельным направлениям. И сейчас вот я продемонстрирую вам две серии. В качестве примера это «Спасение еды». Да, вы можете видеть русский и немецкий варианты. Да, это на этом слайде два проекта одновременно. Один немецкий, другой русский. Да, вот, вы видите Рудольфа. Надеюсь, многие с ним знакомы. Он тоже живет в Санкт-Петербурге. Вот. Также мы представляем проект «Еда спасет мир» из Санкт-Петербурга. Российский проект. И немецкий проект «Тафель». Мы надеемся, что и русские, и немецкие пользователи сети интернет будут распространять наши карточки. Надеемся как раз на распространение в социальных сетях, чтобы как можно больше людей увидело, что эти стартапы, эти проекты существуют, могли присоединиться к ним, либо организовать что-то свое. И поэтому мы просим всех, кто будет смотреть наши карточки, не только распространять их, но и делиться какими-то своими знаниями. Может быть, вы знаете какие-то проекты, может быть, вы знаете какие-то еще инициативы, которые позволяют не производить отходов, которые могут стать успешным бизнесом, а могут даже масштабироваться на всю страну. Такие прецеденты есть, да, и так далее, и так далее. Здесь мы видим питьевая вода в свою тару, и внимание, один проект у нас немецкий, это Refill Germany, да, ну и внимание, здесь мы видим Веронику. Вероникой, прошу помахать рукой, да, то есть это, да, это настоящие живые люди, они прямо сейчас вместе с нами, они меняют мир, запускают большие классные инициативы, и поэтому, пожалуйста, распространяйте наши карточки. И всем удачного вечера, большое спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.